Привописание приставок «при» и «при» зависит от их значения. Приставка «при» имеет следующие значения. Во-первых, значение приближения, присоединения, прибавления. В слове «приехать» пишем приставку «при», она имеет значение приближения. В слове «принести» пишем приставку «при», она имеет значение прибавления. В слове «пришить» пишем приставку «при», она имеет значение «присоединение». Другое значение приставки «при» – это значение расположения вблизи чего-нибудь, около. Приставку «при» можно заменить словом «около». Пришкольный пишем приставку «при», пришкольный – находящийся около школы. Пригород пишем приставку «при», пригород – населенный пункт, находящийся около города. Еще одно значение приставки «при» – это значение неполного или непродолжительного действия. Приставку «при» можно заменить словом «чуть-чуть». «Присесть», то есть ненадолго, пишем приставку «при», «чуть-чуть». «Притормозить», «чуть-чуть», «слегка», а не полностью, пишем приставку «при». Еще одно значение приставки «при» – это значение завершенности действия. Оно есть в таких словах, как «придумать» и «приготовить». Можно его проверить следующим образом. «Придумать» – это значит «думать», «думать» и «придумать», «завершить действие». «Готовить», «готовить» и «приготовить», «завершить действие». Приставка «при» имеет свои значения. Первая из них – близкая к значению слова «очень» или «сверх», то есть обозначение высшей степени чего-либо. «Присвещение» – это когда очень насытился чем-нибудь, поэтому пишем приставку «пре». «Преинтересный» – это значит «очень интересный». Другое значение приставки «пре» – это значение, близкое к значению приставки «пере». «Прервать», например, «прервать разговор» – это значит «перервать его». «Преступник» – пишем приставкой «пре». «Преступник» – это тот, кто переступил закон. Различайте значения приставки «при» и «пре» в словах, которые произносятся одинаково. «Прибывать в город» – это значит «приближаться», пишем приставку «при». «Прибывать в городе» – это значит «очень долго находиться», пишем приставку «пре». «Приступить к работе» – «приближение», «начать работу». «Приступить в закон» – «переступить», пишем приставку «пре». «Притворить дверь» – это значит слегка, чуть-чуть ее закрыть. Пишем приставку «при». «Притворить планы в жизнь» – можно допустить значение приставки «пере», то есть перенести их из мечты в реальность. «Придать цвет и объем» – пишем с приставкой «при», в значении «добавить». «Придать свою мечту» – пишем с приставкой «при», которая имеет значение «пере», передать свою мечту. «Преподать к плечу» – пишем с приставкой «при», она имеет значение «приближение». «Преподать урок» – это значит передать какие-то знания. Приставка близка к значению приставки «пере», пишем с гласной «е». «Преклониться к земле» – пишем гласную «и» в приставке, имеет значение «приближение». «Преклониться перед подвигом» – это значит очень уважать подвиг, очень восхищаться подвигом, поэтому пишем приставку «при». Кроме того, в русском языке есть достаточно много слов, в которых значение приставки затемнено, и правописание таких слов надо проверять в орфографическом словаре. Перед вами слова, достаточно часто встречающиеся, которые стоит запомнить, как они пишутся. С гласной «и» мы пишем слова «приключения», «привидения», «привередливый», «примитивный», «признательность», «притвориться» и т.д. С гласной «и» пишем слова «президент», «престиж», «претензия», «претендовать», «пренебрежение», «превратиться» и т.д.